В Восточном Казахстане по реализации плана нации «100 шагов» разработали специальную дорожную карту. В ней предусматривается рост экономических показателей ежегодно на 5%. В сфере сельского хозяйства добиться цели планируют через увеличение экспорта. Для этого в регионе начинают строительство новых мясоперерабатывающих комплексов и реконструируют молочное производство. Казахстан – молочная страна, и почти половина выпускаемой продукции в этой сфере должна отправляться на экспорт. Задача четко обозначена в 60-м шаге плана нации. Освоение новых рынков в первую очередь в наших интересах, говорит и Анна Никифорова-Аберле. Она руководитель одного из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Востока Казахстана. Сейчас здесь завершается модернизация цехов, что уже позволило увеличить мощности на 40 тонн в сутки. Сейчас мощность завода 100 тонн, а была 60 тонн. Это дало нам возможность поставлять нашу продукцию в такие регионы Казахстана, сейчас как Алмата, Астана. В будущем мы планируем выйти на рынки Российской Федерации, но пока близлежащих регионов, потому что наша продукция все-таки с короткими сроками хранения. Зато с высоким качеством и на натуральном сырье, что и ценят покупатели. Первое представительство в этом году открывается в Новосибирске. Петр Чуенко, механик цельномолочного производства, уверен, их товар придется по душе соседям. Тем более, что реконструкция оборудования позволила улучшить и дизайн их продукции. За последние два года мы вложили 420 миллионов на модернизацию нашего производства. Закупили два великолепнейших автомата, которые выдают прекрасную по дизайну упаковку с очень качественной запайкой. В целом мы, конечно, очень гордимся нашим предприятием. Увеличить экспорт в области намерено и по всем другим агронаправлениям. Согласно дорожной карте, до 2026 года запланировано довести экспорт продукции сельскохозяйства по области с 39 миллионов долларов в США до 132. То есть рост ожидается 3,3 раза. Реализовано это будет за счет увеличения экспорта не только молока, но и муки, растительного масла, а главное мясо. Только в 2016 году регион планирует поставить на рынки соседних государств около 4000 тонн мясной продукции, а за 10 лет увеличить этот показатель в 6 раз.